В России после теракта в Крокусе началась очередная дискуссия о возможной отмене моратория на смертную казнь. О необходимости вернуть смертную казнь заговорили. Зет-блогеры, депутаты Госдумы, Медведев по отношению к террористам сказал, что их убьют. Сегодня сказал, да, что их убьют, но потом. В 2022 году он тоже намекал, что теперь Россию ничто не удерживает от возвращения смертной казни. Володин поручил создать рабочую группу по вопросу возвращения смертной казни в России. Насколько реально это все? Как думаете? Вы знаете, мне кажется, что в 2024 году, конечно, смертная казнь будет отменена, моратория на смертной казни будет отменена, будет преодолен. Потому что Володин сегодня фактически рассказал нам дорожную карту. Он сказал, что не надо никакого референдума проводить, не надо никаких законов сочинять. Надо написать письмецов в Конституционный суд, который объявил мораторию, попросить отменить. И все. И все. Мне кажется, что этим сегодняшним сообщением все были очень довольны. Это очень странно. Я видела сегодня с утра мем, не сколько смешной, сколько очень точный. Проводится опрос. Верите ли вы в честные суды в России? Нет, мы не верим. Верите ли вы в хорошую работу правоохранения? Нет, мы не верим. Хотите ли вы смертной казни? Да, хотим. Как это сочетается, я не знаю. Да, но вот с другой стороны, для режима же в принципе более выгодный, мне кажется, ну пусть это как не цинично звучит, но выгоднее отправить осужденного на многие годы тюремного срока, отправить на Украину, в Украину, извините. Но для того, чтобы он там хотя бы послужил каким-то там пушечным мясом, чем убивать его в России по вот этой самой смертной казни. Не, ну что, убийство это для политических. Они там все равно же будут, что Баланду сидеть, там 20 лет есть, а так, ну вот та же самая Дарья Трепова, которая получила 27 аж лет за убийство зет-блогера Владимира Татарского, но я уверена, что она бы подпала бы, например, или Карамурза. Вот там где огромные сроки, госизмена, они же все время говорят, что госизменщиков надо расстреливать. Вот вот все, что связано с госизмена, а это самая простая статья, там ничего доказывать не надо, вообще ничего. И закрытые судебные процессы. И поэтому, почему человек расстрелять, зачем расстрелять, что там было в деле, никто никогда не узнает. Это очень удобно. Какой кошмар. Песков вчера заявил, что Кребель не влияет на вопрос возвращения смертной казни. Так ли это, по вашему мнению, или это просто попытка переложить ответственность на другие государственные органы? Ну, если в Думе депутаты поднимают голос вслед за Медведева, который требует всех расстрелять, убить, вслед за Володиным, который обещает, что найдут все госизменщиков и убьют, я думаю, что этого вполне достаточно. Я не думаю, что Путин хочет сохранить за собой имидж более гуманно настроенного человека, ему наплевать. Ему глубоко наплевать на наше с вами мнение, на мнение наших зрителей, на мнение западного мира, на мнение восточного, южного мира. На всех наплевать ему абсолютно. Просто он выжидает и смотрит, кто как будет стараться. А так, я думаю, вопрос решен. Ну, если вот дистанцироваться от этого людоедства власти имущих России, этого режима, все-таки главным, как правило, аргументом всегда в обществе снятия моратория на смертную казнь в России, всегда приводится главный аргумент, что, мол, преступность от этого станет меньше. Ну, вот, например, в Соединенных Штатах, там есть разные штаты, в некоторых есть смертная казнь, в некоторых нет смертной казни, тем не менее, там проводятся тоже определенные такие исследования. И вот цифры, в принципе, показывают, что наличие смертной казни в Штатах ничего не меняет в плане преступности. То есть цифры действительно одинаковые. Как в России, может ли вот такой вот метод устрашения действительно как-то повлиять на уровень преступности в стране? Ну, здесь это общее место в пенитенциарных и в криминальных науках, что чем жестче условия содержания в тюрьмах, тем жестче последствия преступления, тем меньше штук. Сейчас в России вообще отменена всякая связь между преступлением и наказанием. Но, тем не менее, жесткие тюрьмные условия и опасность, что тебя убьют в тюрьмной казни, делают, например, Штаты США одной из самых криминальных стран в мире. Там всегда растущая кривая преступности. Всегда. И любые страны, где жесткая пенитенциарная система, там всегда кривая преступности, всегда ползет вверх. А там, где, как вам кажется, заключенную нюху цветочки, это скандинавские страны, прежде всего три скандинавские страны, Финляндия и Нидерланды, там почему-то преступность не идет вверх и остается уровень рецидива одним из самых, ну, самые низкие в мире, да, вообще самые низкие в мире. Казалось бы, причем здесь условия содержания и нежелание возвращаться в тюрьму. Да потому что общество с этим работает, общество и государство. Потому что при каждой тюрьме аградитовано 1200-1500 общественных организаций, неправительственных, которые занимаются заключенными. И они действительно не хотят и не собираются больше возвращаться в тюрьму. Вот эти вот гуманные тюремные методы, которые так нравятся всем постсоветским натерпевшимся жителям, на самом деле, на самом деле, вот эти вот двухкомнатные камеры, эти нормальные условия, они вовсе не означают, что людям так нравится, что они хотят вернуться. Нет. Самый низкий процент рецидива в мире. Субтитры подогнал «Симон»